Полезный город Временные меры, введенные на период коронавирусной инфекции в отношении запрета на арест имущества должников и вообще работы с должниками и моратория на возбуждение дела о банкротстве. Итак, что говорит нам закон? Кто больше выигрывает от введенных мер, должники или кредиторы? Ну, логичнее, наверное, предположить, что все-таки должники, потому что они такая более незащищенная сторона в этой ситуации. Или я ошибаюсь? Нет, совершенно верно, конечно, весь комплекс мер, которые принимает сейчас законодатель, которые принимает правительство, он, конечно, направлен на то, чтобы защитить должников, точнее, оставить их на плаву, скажем так, в условиях распространения коронавирусной инфекции и вот в той сложившейся ситуации с экономикой, которая сейчас происходит. Мораторий введен был с апреля 2020 года на возбуждение дел о банкротстве, а именно закон о несостоятельности банкротства был дополнен вот этой новеллой, заключающейся в том, что правительство Российской Федерации вправе в любое время при наличии исключительных обстоятельств природного, техногенного, экономического характера, санитарно-эпидемиологического характера вести мораторий. А суть его заключается в том, что правительство определяет перечень предприятий, то есть, например, в данный момент определен перечень предприятий, пострадавших от коронавирусной инфекции по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, и к этому же положению мораторий отнесли перечень системообразующих предприятий, которые уже установлены отдельными актами законодательными. Так вот, суть моратория заключается в том, что право на возбуждение дела о банкротстве, которое есть у кредиторов данного юридического лица, оно, по сути, заморожено до определенной даты, до определенного периода времени. То есть, в настоящее время это до октября 2020 года. Ну, мы предполагаем, наверное, все с вами о том, что... Если ситуация будет развиваться неблагоприятно, то этот срок может быть продлен. Конечно, правительство отрегулирует эти сроки в сторону увеличения. Соответственно, как вы правильно отметили, здесь больше все равно защищены должники, поскольку заморожено право на возбуждение дела о банкротстве, приостанавливается начисление неустоек, запрещается обращение взыскания на имущество, изъятие имущества, например, унитарных предприятий. То есть, фактически, задача вот этого моратория — сохранить должника в том экономическом состоянии, в котором он был до возникновения вот этих обстоятельств. В нашем случае с вами это до всплеска вот пандемии коронавирусной инфекции. Конечно, кредиторов законодатель не оставил без внимания, поскольку проценты за пользование чужими денежными средствами будут начисляться, несмотря на продолжительность моратория. Запреты на отчуждение имущества сохраняются, запреты, например, на распределение долей прибыли в уставном капитале обществ, а также долей при продаже, отчуждении и так далее, также облагаются запретами. Поэтому здесь должник как и защищен от введения в него процедуры банкротства, так и немножечко парализован, чтобы он не расслаблялся на вот этот период времени и все-таки помнил о том, что обязательство перед кредиторами имеет место быть. Ну, просто ситуация пока вот она, статус-кво такой сохраняется, да, как было, например, в начале апреля, да, когда все начиналось. Вот на этом периоде все заморожено, то есть должник не может делать ничего там, да, со своими активами, вы говорите, и отчуждать их невозможно, и чтобы продать нужны обстоятельства веские, да, или вообще невозможно продать. Но при этом все вот в том состоянии, которое есть, оно остается. То есть кредитор, он ждет окончания, получается, пандемии вот этого сложного нашего периода, и тогда уже может предпринимать активные действия. Только так. Есть один исключительный момент в законе о банкротстве относительно данной нормы, о том, что должник вправе отказаться от введения в отношении него моратория, размести соответствующие сведения в едином федеральном реестре сведения о банкротстве. То есть я готов банкротиться, он говорит, да? Я готов банкротиться, да, пожалуйста, и в отношении меня можно принимать все, что предусмотрено законом о банкротстве. Это мы говорим сейчас про юридических лиц, правильно? Это мы говорим, да. Или про юридических и про физических? Нет, мы говорим с вами про юридических лиц. Про юридических лиц. Ну, здесь действительно, вы правильно сказали, основная цель это сохранение статуса КВО, потому что мы видим, как реагирует экономика на все ограничительные меры в условиях пандемии. Мы все с вами понимаем о том, что экономики лучше от этого не становятся, а вся экономика, она строится именно на предприятиях. И если предприятия массово начнут в арбитражных судах банкротиться, то ничего хорошего это не приведет. И для экономики, и для предприятий, и в конце, в конечном итоге, даже и для кредиторов, да, вся эта история будет нехорошей. Давайте сейчас тогда обратимся все-таки к законодательству об исполнительном производстве. И здесь, я так понимаю, мы говорим тоже, прежде всего, о предприятиях, о бизнесе, или о физических лицах тоже. Тут мы, наверное, с вами больше уделим внимание нашим физическим лицам, потому что, к сожалению, у граждан долги тоже имеются, и тоже имеются на исполнении уже у приставов. Здесь законодатель сейчас в стадии принятия регулирует вопрос предоставления рассрочек и, опять же, запретов на аресты имущества должника. Объясню поподробнее. В Государственной Думе сейчас на стадии...